Ко мне или на тебя галстук? Ну подсказывай, куда галстук? Ну вот правее, правее. Так тут шнур этот ёбаный, я не могу правее. Дорогие друзья, нам поступает множество вопросов, связанных с моими концертами. Ты в камеру будешь смотреть или читать? А как я, блядь, буду и в камеру, и в этот... Ну как? У меня шут несколько... Я один глаз туда, один здесь что ли? Запомнил предложение и сказал... Запомни предложение, можешь запомнить предложение? Нам поступает множество вопросов, связанных с моими концертами. Было? Зачем ты руку дёрнул? Ну подожди чуть-чуть. Да я потому и убрал, потому что знал, что ничего не записалось. А куда ты знаешь, записалось или нет? Мы не сказали, было. Друзья, нам поступает множество вопросов, связанных с моими концертами. В этом видео мы решили собрать самые популярные из них и ответить так на них, как есть. Ответить так, как есть. Ответить так, как есть. Полностью скажи. В этом видео мы решили собрать самые популярные из них и ответить... Блядь, да какая разница, ну же люди же понимают, я же не на филологический какой-то этот самый. Саша, никто билеты так не купит. Нормально, скажи. В этом видео мы решили собрать самые популярные из них и соответить так, как есть. Почему переносятся концерты? Иногда даже по нескольку раз. Уже год в нашей жизни, особенно в сфере массовых мероприятий, нестабильная обстановка. Из-за распространения... Ну скажи грустно, это же грустно сейчас, вот эта пандемия. Да я даже, блядь, не знаю, про что это. В нашей жизни, особенно в сфере массовых мероприятий, нестабильная обстановка. Из-за... Ёб... Уже год в нашей жизни, и особенно в сфере массовых мероприятий, нестабильная обстановка из-за распространения... Блядь. Что ты рот открываешь? Распространение, что ты убрали? Потому что я не могу это слово, блядь, вообще... Нормально, скажи. Я уже до этого. Что вы вдвоем начинаете это самое? А руку зачем ты убрали, Леш? Я тебе сказал, руку не убирай. Да, как оставил, так оставил. Мы же не склеимся там нихуя. Уже год в нашей жизни, и особенно в сфере массовых мероприятий, нестабильная обстановка из-за распространения ковида. С каждым месяцем, а иногда чаще, меняются правила по проведению мероприятий, поэтому не все наши концерты можно провести должным образом. Но почему же... Но почему некоторые... Уже где-то там увидят. В слове уже, уже есть. Ну почему же? Ну почему же, уже. Все, хуйня, Леша, давай по новому. Блядь. Но почему в таком случае некоторые уже проводят концерты и спектакли, а стендап до сих пор переносится? На данный момент самое распространенное ограничение, заполняемость зала не более 50%. От 100. На многие мои концерты... Да, понятно, что от 100. 50% это половина полноценных 100%. Блядь, ну вдруг там что-то кто-то не разберется и... Да что ты объясняешь? Мы еще разобрались, это только ты не разобрался, Леша. На данный момент... На данный момент... Опять распространенное, да ёб твою мать. Что там... Там распространенная ковида, здесь распространенная... Можете взять оттуда распространенная... Да не возьмем мы оттуда, он другой до нас... Переговори тогда, переговори. Переговори уже. На данный момент самое распространенное ограничение, заполняемость зала не более 50%. На многие мои концерты еще до начала пандемии было продано больше половины зала, из-за чего мероприятие автоматически становится под запрет. Ставится, куда они становятся. На многие... Вопрос вообще пропустим, давай дальше. Так и надо же понять, что рассказать. Если купили люди билетов больше, чем можно проводить людей, то мы же не можем кого-то выгнать из этого зала, если что кто-то... Если там 70% людей купили билет, а можно только 50, мы 20 что, нахуй пошлем что ли, я не пойму. Вот так и скажи, что ты, блядь, шуяхаешь, блядь. Скажи так только без мата, говори без мата. Мы тебе что, 20% нахуй пошлем что ли? Можете вырежете. Листочек можешь немного, а то этого галстука нихуя и не видно. Вот так вот читай хотя бы. Ну тогда я вообще... Шнурок этот по-дебильному так висит, почему? Да я вот, блядь, вы можешь заправить как-то или что-то его, можешь как-то спрять его. Блядь. Нормально так? Нормально. Все и все. Почему не перенести в другой зал? Отвечаю. Не во всех городах, увы, есть подходящая площадка. Но мы... Мы же сейчас... От себя зачем добавляешь? Я думаю про детские площадки здесь что-то. Причем здесь детская площадка? Ты на концерт где даешь? Ты что, в мэре блокируешь? На детские площадки какая площадка? Чё по твоей мать. У тебя в руке микрофон или лопатка для песка? А если вы скажете, а у нас есть в городе подходящая площадка, значит она не подходящая, если не получается провести. Была бы подходящая, подошла бы. Ну ты уже нахуй пошли зрители, что ты уже? Не надо это говорить. Ты людей унижаешь, понимаешь? Зачем бесконечно переносить концерты, если можно сразу отменить? Вот действительно интересно. Мы же все надеемся... А это уже я. Мы же... Добавь немного жизни, понимаешь? У тебя вообще жизни нету абсолютно никакой. Что ты скалишься, бля, как дебил, бля? Вот, серьезное лицо сделай, вопрос серьезный. Люди нервничают, что они переносят. Ты берешь на себя ответственность какую-то. Мы все же надеемся на то, что постепенно ограничения пойдут на спад. А я, наконец, смогу приехать с гастролями в ваш город. Проведение мероприятий со временем становится возможным. Например, появляется площадка с надлежащими условиями и необходимой для нас датой. Все хуя. Да что, я же все же... Переписывать не будем, давай дальше. Фу, блядь. Один из вопросов. Вы не отменяете мероприятие, чтобы не возвращать средства? Статус концерта перенесен никак не влияет на оформление возврата. Мы не используем постановление. Пустая хуйня. Давай по новой. Это вообще... Это просто... Никогда уже ничего. Это пустыня, понимаешь? А нам нужны ручьи. Нам нужно много... А ты просто, ты вот сел как сухарь, блядь. И вот надъебись, вот людям что-то чевякаешь. Я в комментах обосрут. Тебе ж не поверит, блядь, никто. Говори уже. Статус концерта перенесен. Никак не влияет на оформление возврата. Мы не используем постановление правительства номер 830. И возвращаем 100%. От стоимости билетов всем зрителям. После объявления новой даты мероприятия. Иногда... Подожди, блядь. Записывай. Ёб твою мать, так шло хорошо, блядь. Сказал же, дверь закройте. Иногда организаторы просят немного подождать. Потому что в процессе переноса не всегда технически возможно оперативно принять заявку на возврат. Это хоть, блядь, кто-то понимает, господи. Не... Ой, блядь. Я не понимаю, а они кто должны понять? Потому что, блядь... Как в Рязани должны понять, блядь, что я вообще сейчас прочитал? Концерт сколько? 5000 человек, 3, 2, 500... Разные концерты собираются. 700 человек. И одна женщина, и все звонят, говорит, верните деньги. Блядь. Давай, Флеша, жизнь. Все, прекратите. Но после объявления новой даты, заявка принимается. А вы получаете средства примерно через 30 рабочих дней. Нормально. Давай так же дальше, еще осталось. Все, я уже, по-моему, на этой заскочил. Я сейчас уже знаю. После обращения в кассу города, мы не отказали в возврате, ссылаясь на постановление. Что делать? Действительно вам может помочь? Поступить и помочь. Как можно было почитать? Поступить, как помочь? Я догадываюсь, потому что на ходу догадываюсь до слов. Я не могу читать все. Можно читать, осмотреть слово, которое следующее. Не то, которое читаешь, а чуть-чуть дальше. Я какой-то Гарвард, что ли, или тебе что? Илон Маск, блядь, перед тобой. Ты что, блядь, первый раз читаешь или что? Второй, третий. Действительно вам может поступить такой ответ от билетного оператора. Для оформления возврата в такой ситуации, вам необходимо обратиться к нам. Контакты и онлайн-форма для заявок доступны на официальном сайте standupbillet.ru Какой дуб? Леша, какой дуб, stand up? Ты stand up занимаешься? Stand up billet. Stand up billet.ru Stand up billet.ru Так люди будут stand up писать. Да пусть пишут, по-хуй. На английском. Главное, чтобы денег давали. Все, давайте. Давайте дальше. Он же как сыгнук пишется так же. Контакты и онлайн-форма для заявок доступны на официальном сайте standupbillet.ru На вашем сайте есть концерты в моем городе. Но ни на сайте площадки, ни в кассах города о нем не знают. Слушай, ты можешь сказать вот с выражением, в одном тоне, с мимикой твоего лица четко, точно? Потому что это постная хуйня получается. На вашем сайте есть концерты в моем городе, но ни на сайте площадки, ни в кассах города о нем не знают. После недавнего переноса или перед предстоящим изменением даты у локальных источников информации действительно может быть такой ответ. Так как сведения о выступлении не всегда успевают оперативно дойти до администраторов. В такой ситуации лучше уточнять статус концерта и наличие билетов у нас на standupbillet.ru В метро было и попроще где-то. Только говори, не интонация никак в метро. Да парк не много жизни. Метро ралли. Где безопаснее всего покупать билеты? У нас, как у первоисточника билетов, официальный сайт standupbillet.ru Может мне уже на лбу... Все, ты как робот, все, переписываем, у тебя скучное лицо, тебе так никто билеты не купит, вообще. С такими частыми упоминаниями standupbillet, что ты уже купит кому даже не надо. Standupbillet.ru Как у первоисточников билетов, официальный сайт standup... Ну здрасте, Леш. Вышла, вышла сама, вышла, вышла. Ты должен показать интеллигентным человеком. Ладно, рыгнул, блядь. Но, сука, 13 раз подряд уже. Билеты без комиссии и наценки. Упрощенный процесс оформления возврата в пару кликов. И оперативное уведомление о статусе концерта. У меня сейчас как будто будет какое-то... Не, отклонение какое-то в голове. У меня проблема. Текст дали тебе, вот ты его читай. Не надо там не... Давай, Лерт, читай. Коментарии, отклонения, не отклонения. А потом уже рассуждай, давай ты по тексту. Я бы на вас посмотрел, как бы здесь бы сейчас справились со всем этим. У меня проблема с билетом, приобретенным на официальном сайте. Что делать? Ничего страшного. Наши администраторы помогут... Ну, хоть это можешь без листочка просто в камеру сказать, глазами в глаза. У меня проблема. А можно, когда я буду опускать и поднимать, вот это вырезаться будет? И что, это вот склейки будут постоянно? А если я вообще не буду двигаться? Ничего страшного. Наши администраторы помогут решить любой... Ну, опять же, слышал, что хуйня. Ну, я думал, проскочит. Ну, как это она может проскочить? Ничего страшного. Наши администраторы помогут решить любой вопрос. Воспользуйтесь разделом помощь на сайте или обратитесь через онлайн-форму. В рабочее время вам ответят. Давай, по-моему, что-то есть, что-то есть. Да хуйня полная. Да что-то есть, что-то есть, давай, давай. Вообще хуйня. Хочу купить в подарок печатные перчатки. Перчатки физические. Чебякаешь опять, хуякаешь. Дайте ему воды. Все, не нужна мне никакая вода. Все. Осталось. Хочу купить в подарок печатные физические билеты. Что это такое, блядь, вообще? Печатные физические билеты. Ну что, кто-то так говорит? Мне печатные физические билеты, пожалуйста. Физические они печатные, блядь. Они существуют, можно дать в руку. Они по блютузу, блядь. Ты же не скажешь, вот я тебе билет на концерт Щербакова купил, вот ссылка. Вот блютуз ключи, блядь, сейчас скину. Нет, я скажу, возьми-ка вот печатные физические билеты. Печатные физические билеты, блядь, реальные. Хочу купить в подарок печатные физические билеты. Где я могу их найти? Зависит от города и какой билетный партнер подключен в нем. Всю информацию вы можете уточнить через нашу форму на сайте. Ну, а где сайт? Стендап билет. Так, а мне более по 50 что ли раз это стендап билета. Ну конечно. Да люди-то куда будут заходить-то билет покупать, Леша. Уже на подкорке уже у всех. Уже так только и понятно, что стендап билет. Уже даже непонятно что. Ты должен сказать здесь тоже. Вдруг кто-то с конца видео начнет смотреть. Уже все знают. Сендапбилет.ру. А что ру? Так это ты в начале говори, в конце надо тоже упомянуть. Давайте я вообще каждую минуту буду говорить на билет.ру. Выкрикивать как Торетто просто. Всю информацию вы можете уточнить через нашу форму на сайте. Стендапбилет.ру. Если не слышали, как до этого когда-то. Все, отрежете там. Все. Не могу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.